Экономика всюду. Новые холодильные емкости на 35 тысяч тонн рыбы и новый порт на мысе Назимово в Приморье планируется построить для того, чтобы увеличить поставки рыбы с Дальнего Востока. Соглашение о реализации этого масштабнейшего проекта подписали в последний день работы ВЭФ-2021. Участвуют госкорпорация ВЭБ-РФ, корпорация развития Дальнего Востока и корпорация Рыба-РФ. Это инвестиционное товарищество, созданное в 2011 году. Предполагаемый объем вложения около 52 миллиардов рублей. Помимо строительства нового порта и холодильников, проект предусматривает создание инфраструктуры для передержки живых морепродуктов и для торгов рыбной продукцией в электронном варианте. Проект должен повысить эффективность бизнеса и доступность рыбы, причем во всей стране, от Сахалина до Мурманска. Между тем, жители края ждут новую партию доступной рыбы свежего улова, а не санкционированная торговля. И организация этой торговли наказывается в крае административно. Напомню, штрафы за организацию торговли рыбой в неположенных местах появились в крае в 2019 году. И они выше, чем за просто торговлю. Так, для граждан штраф от 4,5 до 5 тысяч рублей, а за торговлю от 3 до 4,5 – это так для информации. Для должностных лиц тоже выше на порядок. За торговлю от 15 тысяч, а за организацию торговли от 35 тысяч рублей. Штрафы, налагаемые на юридических лиц, от 60 до 85 тысяч рублей. Новая блочно-модульная дизельная электростанция отправлена из Хабаровска в село Уцкое Тугура Чумиканского района. Это резервуар для топлива, сам дизель со счетчиками, система пожаротушения, блок управления и помещение для персонала. Все в едином модуле типа «Север». Вторая партия дизельных модулей отправится в Чумикан 15 сентября. До конца этого года современные модульные ДЭСки появятся еще в шести населенных пунктах. В Ульчском, Комсомольском, Хабаровском, а также в районах имени Лозой и имени Полина Осипенко. На эти цели 84 миллиона рублей выделены из федерального бюджета и 48 миллионов из краевого. Задача на перспективу – заменить на модули все деревянные ДЭС с процентом износа от 75 до 100%. Таких в крае ровно 21. Экономика всюду, следим и участвуем.